Девушки отдыхают Прямо сейчас Михаил Задорнов и Максим Забелин в прямом эфире на Юмор-ФМ Друзья, ну что, долго мы ждали этого момента и вот наконец он наступил. Здравствуйте всем. Здравствуйте. Программа «Неформат» в прямом эфире, как всегда, на радиостанции Юмор-ФМ. Мы вернулись, чтобы сделать вам по-настоящему хорошо. Да, я хочу сказать, что мы с Максимом форму не потеряли. Сейчас только что готовились к передаче, обменялись впечатлениями о последних событиях и уже хочется таки с вами этим поделиться. Типа поделиться, типа улучшить настроение. Михаил Николаевич сказал, ну нам на сегодня нужно часов шесть. Да, конечно, потому что мы давно не были в эфире, много накопилось и событий, да. Ну, я тоже могу отчитаться, я форму не потерял, мозг у меня работает. Я недавно был в Константиново, это Есенинские места, очень красивые места, много туда приезжают в субботу с воскресеньем наших людей, детей привозят. В общем, чудесно, погода замечательная. И мне так хорошо, я в удоляке бреду по Крутому берегу, вдруг звонок. Звонят из этой передачи, Малахов или Монахов ведет, который быстро говорит. Малахов. Малахов, да. Вот. А я эти передачи не люблю, потому что... Он лидер клана Монахов, которые быстро говорят. Клана Монахов, да, я не могу, у меня портится настроение, даже если я семь секунд смотрю подобную передачу, плачь, слезы, сопли. По статистике столько нужно времени человеку, чтобы переключить. Он принимает решение в это время. И говорят, Михаил Николаевич, можете к нам прийти на эфир, там. И я говорю, вы знаете, вы меня застали на операционном столе, мне сейчас уши отрезают. И там голосовый, простите, я не знала. Ну так всерьез въехал, это... Она представилась, продюсер там, выпускающий или впускающий, я не знаю. Но у них там свои деградации есть. Вот так что... В этом шоу-бизнесе, да. Так что... Впускающий продюсер. Впускающий. А он, знаете, наша передача, она не только плюсики ей надо ставить, и минусы тоже. Я, наверное, рассказывал частенько про то, как мы часто, ну вот с моими друзьями, Царство Небесное, Аркановым, или Смайловым, разыгрывали и весело жили, разыгрывая окружающих друзей, людей. И мне иногда пишут, вот зря вы это рассказываете. Многие начинают прикалываться по вашей системе, и это страшно. Один пишет, я ехал со своим другом в поезде, патологоанатомом, а у него что-то сумочка там была какая-то. Ну, в общем, разговорились про вас, как вы прикалываете, он хитро прищурился и пошел в соседний вагон. В соседнем вагоне, как есть СВ, есть бизнес-класс, а есть, как называется, самый дешевый вагон. А, общий вагон. Общий вагон. И вернулся веселый-веселый, а сумочка пустая. Ну, сидим, выпиваем, выбегая, проводница, крик проводница, бежит по всему поезду, орет. А у него были номерки, и он на ноги всем номерки спящий. Привет, человек. Вот нельзя рассказывать некоторые вещи совершенно. А еще одна говорит, я родила реально, благодаря вам, потому что молодой человек, благодаря вам, да, такое начало, обнадеживающее. Потом все оказалось не так, не так светло. Она пишет, врач насмотрелся ваших передач, а меня привезли рожать в роддом. А он молодой, решил приколоться, зашел ко мне в палату, берет смартфон, говорит, гугл, как принять роды? Я, говорит, не знал, что он прикалывается. Я родила на два часа раньше, чем мне положено было. Но, тем не менее, живость мозга нужна современному человеку, и наша задача с вами как-то так все обо всем рассказать, чтобы людям не было так тяжко. А то современную, я такую фразу хочу озвучить, которая подходит большинству обывателей. Нашему человеку, нигде, нигде нашему человеку не бывает так плохо, как везде. Благодаря нашим передачам должно быть наоборот. Нигде нашему человеку не должно быть так хорошо, как везде. Как нам. А недавно я понял, что моя башка соображает. Я ехал, ну, я за рулем не езжу, я плохо вожу машину. Но в Юрмале это возможно, тем более теперь нет новой волны, КВНа, и там пустота, пустые улицы. Я еду, и залетела муха, и сидела на стекле. Рядом. Да, долго сидела. Потом вылетела. И я думаю, вот я ее довез, что ли? Она как пассажир ко мне влетела. На остановке влетела, и когда остановился, вылетела вот так. На следующей остановке вы имеете в виду. Это дисциплинированная латвийская муха. Ну, километров пять я ее подвез, я вам должен сказать. Ну вот, ну, а наше дело замутить с вами то, что мы называем разминкой. Объясняю, кто забыл. Я делюсь теми наблюдениями, которые, ну, сам сделал, или мне по почте от моих пользователей были присланы. Ну, я поделюсь ими с вами, поскольку их у меня, у меня одних наблюдений часа на четыре, но я немножко сокращу, и некоторые из них, как всегда, вот эти объявлялки, ну, такие простые наблюдения. Когда-нибудь поинтереснее что-нибудь расскажем. Да, друзья, а вы можете и должны, мне кажется, принять участие в нашей программе. Присылайте все то, что вы видите вокруг, все ваши наблюдения, и мы обязательно постараемся вставить их в программу тоже. Вы же являетесь. Победителем наши поцелуи будут посланы. Нашими соавторами. Объявление. Молодая семья снимет квартиру с собакой славянской внешности. Хоум кредит банк. Видел собственными глазами. Объявление. Мы даем кредит только тем, кто уже брал у нас кредит. Вы мне можете объяснить? А как? И что? А как в первый раз получить? В кругах. Кто такой? Что за круг? Нахабина в салоне эпиляции лозунг. Не колись и пильнись. Ступино, Ступино, город Металлургов. Дальше. Наш металл в каждом сердце. В Челябинске. Картинки догов, хот-догов. И написано хот-дог. Оценим хот-дог нью-йоркский, хот-дог венский и третий хот-дог челябинский. И у меня человек пишет, вы знаете, нью-йоркский остался, а челябинский расхватали сразу. Импортозамещение. Вообще-то наши хот-дог, это горячая собака. И никто не обращает внимания на это название. Текст рекламы в супермаркете техники. Ну, это только наши могут. Написано. Бдыщ, подарков 100 тысяч. Бдыщ, подарков 100 тысяч. Название киоска в Новосибирске. Вместе все слово написано. В рот компот. Реклама дивана в мебельном. Во сне он разбирается. Вот такая страна. Не надо с нами воевать. А продавщица такая тучная стоит в магазине парфюмерной продукции. Возле продавца надпись «Душим бесплатно». В продуктовом «Икра без запятых». Ну, как молодежь. «Икра сельди Путина». То есть он еще икру мечет для некоторых, получается. Нет, ну просто известный факт, что он ловит и щук, и сельдь. И вот. Вот это он еще и подрабатывает. Магазин сдает. Икру сдает икорку. Вот на что он живет. Вот она, прибавка к его пенсии. Видел магазин, написано «Двери со вкусом». Вы мне можете объяснить идиоту, как могут быть двери со вкусом? Их что, облизывать надо, грызть? Ну, и еще очень интересно. Во многих городах России есть такое название. Как это? В меню. «Chicken». Русским буквам. «Chicken Family House». Ну и что человек должен купить, который не знает английского? А кто знает английский, должен удивиться. Потому что в переводе, друзья мои, это «семейный курятник». Между прочим. Вот. В автобусе написано. Ну, это при теракте, чтобы знали, что делать. Написано. Любые предметы, пахнущие ни к месту и ни по сезону, немедленно выбросить. Как может ни к месту и ни по сезону пахнуть? А как может пахнуть по сезону? О! Название местного кафе. В Алтайском крае. Готовы точно? Едьба. В Алтайском крае точно были готовы. Едьба. Объявление в газете «Бью детей после родительских собраний». В скобках «Недорого». Объяснительное. Он не вышел на работу, потому что был пьян по уважительной причине. Такое ощущение, что все это происходит в «Chicken Family House». То, что вы сейчас говорите. Страна сумасшедших. Хинкальная на сеной. Скажи «Обам и лох, получи скидку 20%». Ой, а в этих играх, в новых есть, ввели наши прикольщики, те, кто сочиняет новые игры. Там часто выскакивает «Обам и лох». И если кликаешь, офицеры военной игры говорят «Так точно, так точно, так точно». Все-таки приколы замечательные. Вот название водки вышла. Водка «Санкционка западная». Западная сибирская водка. Слушайте, это вы, специалисты. Я, Лолита Милявская, не знаю репертуар. Но это что, правда? Нет, то, что это правда, я сначала не думал, что это неправда, а потом проверил, что это правда. У нее есть песня со словами «Я сняла с него брюки, а там ни любви, ни души. Я взяла в свои руки, но, увы». Это шо це таке? Это в слове «но» перепутаны буквы. Он, увы. Он, увы, а, да. Табличка на стенде с духовыми ружьями в тире. Запрещается стрелять в холостую. Объявление продается. Двухъяростная кровать Икея. Ценник на базаре. Нектарин, в скобках, для идиотов. Ну, кто такой нектарин? А, наверное, бритый персик. Вот и название для... Как там, Николис, Эпилис, Бритый персик. Бритый персик. А это девушка низким... А как вам нравится? Девушка низким томным голосом поет под шансон рекламу. Лежу в джакузи, я на пузе, вы, кстати, я на унитазе. Так, а что лежишь-то на дверь, которая со вкусом... А здесь через Е. А я произнес. Ну, так, вот, название кафе «Гриль мангала» выколю. Значит, внимание, только этим летом при покупке двух квартир бутылка шампанского в подарок. А и билетиленовый пакет надо было добавить для бутылки шампанского. Что в Челябинске реклама цемента. У вас есть враги, у нас есть цемент. Ну, последнюю, наверное, надо на чем-то закончить. Таким... На таком каком-то очень серьезном. Ну, не цементом, точно. Не цементом. Не цементом, да. Чем-то жизнеутверждающим, Николай Николаевич. Жизнеут... А, вот тоже. Реклама на рынке в розницу и ептом. Я считаю, что это прекрасный переход к рекламной паузе. Реклама. Напрасные шапочки на пушке. Не ходят красные бочки к старушке. А попросите их принести чайку. Чайку пускай мне принесут еще с кем-то. Зелёжу вас с кем-то. Да, завтра, конечно. Дядь Дин. Пойдем. Одно из самых ярких зрелищ года. Восьмой международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня». Это музыкально-театрализованное представление с участием российских и зарубежных коллективов. Не-не, я переключал камеру. Я следу даже. Окестров, показательные выступления с оружием, лазерные и пиротехнические эффекты, салют и уникальные световые проекции в макаре Василия Бженова. Ждем вас на красный площадь. Мы должны с вами дать звук. Только дать звук с учетом. С учетом. Одна девушка на фейсбуке подписала свою фотографию. У меня тараканы в голове, бабочки в животе. Первый комментарий гениальный. Да ты гостиница для насекомых? Мне сейчас как раз надо к концерту готовиться. Я же 9 месяцев не выступал. Мне 9 месяцев осталось на перерыв. Забродись, новый концерт. 9 месяцев. И вот я поэтому шарашиваюсь в интернете. Столько интересных. Но причем далеко не шуток. Ну и сколько народ же присылает. Я хочу сказать, что, ребят, присылайте. Присылайте, присылайте. Присылайте, потому что все это может и в концертах выйти. Конечно. Приятно будет. О, пошли сообщения. Уже, да? Ну, отлично. Что-то у меня было интересно. Не могу найти еще. Ура, вы вернулись. Спасибо вам за вашу передачу. Благодаря вам становится легче жить. Ура, мы вернулись и нам легче жить. Благодаря тому, что вы нас слушаете. Под вашей фотографией посмотрите, Максим Михайлович. Там тоже очень много комментариев. Фотография. Ну, которую вот я выложил. В нашу группу ее мрака. Да? У меня не обновить надо, это что? У меня студия, прямой эфир. Вообще хорошо, что... А повыше чуть-чуть. А вот игрушка мягкая. Вы знаете, как называется в детском мире? Ну, этот мы в прямом эфире говорить не будем. За кадром скажем. Педики-медведики. Вот такой ценник, да. Причем это мне из нескольких городов России прислали. А в городе Королев кафе по-английски написано People Buch. Пипл бухает. А, вот. Я не помню, по-моему, это я уже говорил. На упаковке с мылом, который называется поросенок. Мыло. Назвать поросенок только русские могут. Я веселый поросенок. Хрю-хрю-хрю. Хрюкаю уже с пеленок. Ню-ню-ню. Покупайте наше мыло. Друзья мои, присылайте ваши ответы. Ваши продолжения. Но сразу скажу это. Будет чище ваша рука. Ну что, мы продолжаем программу Неформат. И постепенно от разминки. Спасибо вам большое за то, что вы пишете. Мы все это читаем. Уже как-то много навалилось, не успели прочитать все. Да, переходим от разминки к новостям. Мы договорились с Михаилом Николаевичем так, что будем брать, пожалуй, самые интересные. Даже в итоге решили взять самые интересные за лето. И их обязательно сегодня обсудим. А сейчас хотелось бы начать с новости, которая является таким венчающим вишенкой на торте. Публично исследовать божественную природу Владимира Путина будет православный активист общественного движения «Божья воля». Пришедшие на лекцию узнают, станет ли наш президент Владимир Путин Богом по благодати. Будет ли он иметь все то же, что и творец вселенной. Ну и так далее и тому подобное. Почему я сказал, что это вишенка на торте? Потому что в последнее время мы видим и в России, и за ее пределами, на фигуре Путина просто сошлось столько для жителей многих стран. Он является либо квинтэссенцией божественного начала, либо человеком, представляющим темную сторону. И копья ломаются вокруг фигуры, несомненно, лидера страны. В этой связи вопрос такой. Стоит ли увлекаться обожествлением президента, или смотреть стоит все-таки трезво на происходящее? Я считаю, что это очень плохо обожествлять вообще людей при жизни. Любых. И президента в том числе. Потому что он в первую очередь человек. И не надо искусственно пытаться создать рейтинг. Это неправильно. Мы будем жить во лжи. Мы и так-то живем не очень честно. А это неверно. Кроме того, вообще в России сейчас такая ситуация, что искусственно рейтинги накачиваются гораздо больше, нежели народ по чесноку относится к кому-то. И рейтинги нашего президента начали падать. Ведь то, о чем мы с вами говорили еще полгода назад, в течение прошлого всего года, нет экономики. Рубль падает. Почему? Да потому что экономики не существуют. Что это такое? Нефть упала по цене у арабов, а у нас должен народ из-за этого плохо жить. Да вы что, в своем уме, правители, кремлины. Есть такой, кремлины, а надо выпускать серию кремлины. И ну что же, вы вообще понимаете, что в стране происходит? Вы все списываете на американцев, на санкции, но и без этого плохо все. В стране очень плохо с экономикой дела обстоит. А вы начинаете обожествлять. Это неправильно. Лучше скажите нашему президенту то, о чем мы сейчас говорим. Экономикой займитесь. Ну что ж все время, одного посадил, выпустил, этого поменял с этими местами. Но это не определяет экономику страны. Вы когда начнете продавать морковку собственную, цветы, когда они из Голландии будут поступать? А цветы уничтожают на границе голландские? Ну, скоро будут. То есть, их тоже едят. На границе сейчас же эти, есть люди специальные, которые должны съесть все, что санкционное приходит. Там же, сейчас готовятся новые насекомые, которые уничтожают санкционные продукты. Причем уничтожать должны в стране производители. Их туда будут запускать. Ну, вы знаете, я тут прочитал новость про то, что в Санкт-Петербурге есть завод, который производит камеры для сжигания различного рода предметов. Так вот, этот завод получил большое количество заказов на производство камер. Они себя представляют по виду такую бытовку, в которую просто там вкидываешь санкционный товар. Так вот, акции завода резко выросли в цене. Он получил много заказов, потому что такая политика партии и правительства. Ну, я не, я продолжу. Более того, с тех пор, как начали эти, сжигать сыры все на границе, вы заметьте, во всех магазинах увеличилось количество плавленых сырков. Те, которые успели соскрести. Да, и сейчас под разными совершенно марками очень много плавленого сыра. То есть, было, нет, было раньше много марок сыра, потом после, так сказать, сжигания получился один большой плавленый сырок, который в наши супермаркеты течет рекой. Ну, что же это за обожествление? Однажды обожествили Владимира Красносолнышко. С Владимирами, видимо, такая история все время происходит. Между прочим, Ленина тоже Владимир звали. И, я думаю, что вот это все было неправильно. Сегодня это дискуссия в интернете, мол, надо ли ставить памятник Владимиру, или не надо. Как историческому деятелю, конечно, надо. Но считать его святым, это неверно. Ну, хорошо, он заставил людей креститься, но этого мало для святости. Чтобы быть святым, нельзя делать такие поступки, которые князь Владимир совершал в жизни. Когда меня спрашивают, надо ставить или не надо, ну, как деятелю, конечно, надо. Но только вы трезво относитесь к тому, что он на самом деле натворил на Руси, а потом крестил всех, как бы искупая свою вину до этого совершенного. и такая же история и сейчас. Лучше бы экономикой попросили президента заняться, нежели пытаться. А он, как интересно, как он на это смотрит? Его что, тоже с нимбом поставят на голове? И голосование будет, да? во-первых, так, уже не честно его обожествлять, потому что все люди сыновья Божьи. Тогда надо обожествлять всех, между прочим. И всем памятники. И ставят им памятники. Вот так было бы честнее. Гораздо. На самом деле, за экономику страны, насколько я помню, по Конституции отвечает правительство. Но, несомненно... Но об этом бесполезно разговаривать. Вообще, вопрос закрыт. Вопрос закрыт. Как открыли, так и надо закрывать. Медведев сказал, первую половину жизни человек должен это делать, вторую это, а третью половину жизни заниматься этим. Это я уловил у него из речения. Ну, сейчас вы знаете, да, что Владимир Путин и Дмитрий Медведев приняли участие в силовой тренировке. Я не могу. Тут комментировать даже. неокоммен. Нет, ну я просто смотрю, здесь запад... Они подрылись в подворотни, что ли? Нет, это все происходило в Сочи, в резиденции президентской Бочаров-Ручей или Бочаров-Ручей. И наши лидеры, президент и премьер-министр устроили тренировку на силовых тренажерах и обсуждается сейчас не сам факт тренировки, а в чем они были одеты. Так, что у них было надето на руках, на ногах, на телах. Посчитали, в какую сумму был оценен, так сказать... А что, Медведев в костюме был? В галстуках? В спортивном. Он был в черной футболке, Владимир Путин, в серой, да, то есть, вот все были... народу делать нечего. И сейчас, я смотрю... Мне пофиг дым, в чем они были. Ну, Михаил Николаевич, посмотрите, здесь журналы пишут о том, что Путин надел футболку с V-образным вырезом и заправил ее в штаны, а Медведев оставил свою с круглым вырезом на выпуск. Что это значит? Задаются вопросом журналисты. Вы знаете, это люди сумасшедшие. Им больше не о чем подумать, да? Вот поэтому страна и живет плохо. Славяны, мы, русские, славяне, нам надо на себя посмотреть со стороны. У меня есть помощник. славянской породы. Так. Серьезно, очень честный человек. Вот по-славянски честный, сердечный человек. Мне звонят с РЕН-ТВ и говорят, прорекламируйте в ваших блогах, мы запускаем фильм «Черные паруса». Вот. «Черные паруса». Запомнили? Да, вот только что в блоге вы это прорекламировали. Да, я говорю, я посмотреть должен, хотя, ну, три серии посмотрите, вы все поймете. И если вам понравится, мы понимаем, что вы так просто не можете рекламировать. И я ему говорю, я не люблю кнопки тыкать, ну что, скачайте, это просто все. Ну, я говорю, скачайте мне, внимание, вот слушайте задание, скачайте мне три серии «Черные паруса». Приходит на флешку, приходит через какое-то время, говорит, я скачал. Три серии спрашиваю, он говорит, 28. Я говорю, так, подождите, я просил три серии. Он говорит, ну, такой фильм, какой фильм? Он говорит, «Череп и кости». Я в отпаде. Я говорю, я просил вас, «Черные паруса», скачайте. Он говорит, ну, это тоже про пиратов. Но, вот так, это славянское мышление. Подожди, ну, у меня просил РЕН-ТВ именно вот «Черный». Он говорит, там тот же актер играет. Теперь другой помощник. Это как относится к силовой тренировке? Это относится в то, что люди комментируют вот эту всю чушню. Вам что, делать нечего? Смотреть, куда в трусы, в какие заправлена какая майка. Актеры те же, а часы разные. Как вы можете после этого часы разные? Основная примета Путина это часы Пескова, его правление на сегодняшний день. Тоже, тоже началось обсуждение. Вы на себя, другой помощник мой вообще меня уделал, реально. у меня там хутор есть в Латвии, ну, маленький хуторок такой, избушка такая совсем. Ну, в общем, сели есть, карпа фарширована, а хрена нет. И я его прошу, съездите за хреном, пожалуйста, в магазин, там неподалеку. Я не знаю, что с вами будет. Он вернулся, я говорю, ну, где хрен? Он говорит, забыл купить. Зато есть череп и кости. Я вас за череп и кости. 28 серий. Я говорю, как вы хрен забыли купить? Вы за хреном ездили? Он говорит, понимаете, я разговаривался в очереди о кабанах, которые по улице Риги ходят. Вот это наши многие русские люди так и живут. Они не умеют свою жизнь организовать, убрать на балконе и прибрать в собственной башке. Ну, как вот, вы можете представить, чтобы мы с вами позвонили друг другу и сказали, а ты видел, Максим, как у заправленной майки у Путина с медведями? Сумасшедшие. Это люди сумасшедшие. Они заслужили жить неряшливо. Я думал, что они заслужили жить по условно-досрочному. Об этом мы и поговорим. Ой, условно-досрочно, это хорошо, да. Он сам заработал на свои часы. Не формат на Юмор-ФМ. Сколько сейчас времени у нас? Половина. Полчаса. Или вы имеете в виду, сколько у нас будет? Реклама. Три минуты. Я пойду до вашего. Могу дойти? Там закрыто. Я где-то что-то потерял. Так, давайте сходим. Сейчас. Мы вернемся. Но мы вернемся. Анекдот. Саня, развлекай пока. Юмор-ФМ. Телефон рекламной службы 8495-921-4041. Телефон рекламной службы Так вот, закидываю я ее ноги себе на плечи. Итак, мы вернулись. Анекдот такой. Михаил Николаевич, не смотрите на меня. А я думал, ты мемуары расскажешь. Ты, пользуясь тем, главное, это за кадром встал, все думают, Задорнов рассказывает такие похабные анекдоты. Понимаешь? Ну, это ужас. Что я сразу включаю, да? Так, ну что, условно-досрочная. А вы рекламу выключились? Конечно. Сейчас, да. А что-то у меня вот что, она в... А потому что, когда Михаил Николаевич ушел, мы ее включили, а, да? А, просто у меня Михаил Николаевич сидит в кадре и реклама шабашит, а он и разговаривает с Максимом еще. Нет, нет. Такого быть не мы. Ну, в телеке это было именно так. Я тоже? Что? Что отрелся? Смотреться. Может быть, туда идет реклама? Слово реклама прозвучало, да, а потом прошло. Нет, именно дальше. Я на Рутюбе смотрел. А я на Рутюбе. У вас разные Рутюбы? У вас разные Блитки? Нет, Елена тоже написала. А у всех идет задержка. Ну, что там что-то реклама... Плохо слышен разговор, когда идет реклама. А-а. Реклама любят совсем убирать. Или совсем надо убирать, да, конечно, совсем. Так, нет, а зачем она там идет, я не понимаю. А, знаете, я понятно, что здесь происходит, то есть там должно быть тише, чтобы с фоном тишет рекламы, да, понятно, что... Нет, ручки, у нас же было, и в предыдущие разы у нас вообще не было рекламы, и мы говорили, и все было слышно. По-моему, у нас была типа рекламы, но сейчас ее нет. Да? А, ну все, отлично. Тогда сейчас начнем с Васильевой, да? Давайте. Появилась информация, что в России появятся частные тюрьмы. И частные суды. И она их будет. И частные суды. Частные суды, это очень хорошо. Коммерческие суды. Прекрасно, прекрасная новость как раз к тему. Отлично. Так. Ну, по Европе и беженцам потом мы тогда перейдем. 14 секунд, хорошо, сейчас выходим. Ой, у меня здесь вообще обзор событий. О, отлично. Может, второй час тогда мы с этого вынесем? Можно, да. Мы кое-что уже расскажем. Неформат. И теперь и отечественные ведущие хочется добавить после такой заставки. Импортозамещение в действии. Друзья, и вы слушаете программу Неформат, которая продолжает свою работу. Как всегда работает онлайн-трансляция на Юмор.фм. Вы можете задавать свои вопросы, писать по всем известным вам контактам, потому что таким образом вы помогаете делать нам программу лучше. В финале программы лучшие ваши вопросы мы обработаем, соберем небольшой блиц и Михаил Николаевич на них ответит. Ну, а сейчас... А можно я сейчас закончу тему, о которой мы начали говорить? Путин, Медведев, силовая... Ну, а сейчас мы закончим тему, о которой начали говорить. Потому что все-таки нельзя пройти мимо этого. После этой встречи, как вы ее назвали? Силовая тренировка? Да. Владимир Путин получил анонимное письмо. Уважаемый президент, с 1 мая в России вступили в силу поправки к антипиратскому закону. Пожалуйста, отмените их. Я очень боюсь, что больше не смогу слушать ВКонтакте свои любимые рок-группы. С уважением, Дмитрий Анатольевич Медведев. Ну, вот теперь я могу переступать к следующему. Ну, сегодня еще пришла новость, что заместитель председателя госсовета КНР Ван Ян, встречаясь с Владимиром Путиным и Стивеном Сигалом во Владивостоке, в шутку предложил выйти Стивену и Владимиру на татами, поскольку они занимаются силовыми восточными единоборствами. Наш президент отказался. Он сказал, ну, нет, наверное, не буду. Стивен Сигал был тоже счастлив, что избежал участи. Ну, что, у нас сейчас новость, которая будоражила умы и сердца. А мы простанционные продукты закончили? Ну, плавленый срок пока еще ему не доели, но... А знаете, что новая новость? Михалков просит миллиард рублей для установки на границе кафе «Едим на границе» будет называться. А потом и дома, да, понятно. А дома он сейчас «Спи с женой» будет называться. Как-то это прозвучало так. Это для всех. «Спи с женой», да? Это его призыв, не мой. Ну что, хорошее название, я считаю. Так, про что ты? А мы говорим о том, что Евгения Васильева стала, ну, олицетворением судьбы российской женщины, которая и коня, так сказать, на скаку и условно-досрочная... Жалко, Катя Огонек ушла в мир иной, она про нее песню сочинила. Катя Огонек, помните, такая, она пела, как вертуха, влюбился в зэчку, застрелили, любовь не состоялась. Такие слезоточивые песни были, про Васильева можно было, вот это, я помню, тот Ванинский порт. Ну, дальше, что? Понятно. Так вот, что интересует людей, Михаил Николаевич, ваше мнение относительно того, была ли виновна Васильева, понесла ли она достойное наказание, виновна ли только она, или есть еще какие-то люди, которые могли бы, так сказать, ответить за происходящее, а может быть, все это наши выдумки, и на самом-то деле все прекрасно. Нет, но то, что она чудовищные вещи сотворила в России, ни у кого нет сомнений. Но она все по закону вернула, 216 миллионов обратно вернулись, так сказать, пострадавши. А за это время девальвацию она не учла? Надо было гораздо больше, 216 миллионов, чего, рублей? Да. А сколько, мы же не знаем, сколько на самом деле было украдено. Но фигурировало 800 миллионов. Кстати, когда ее осудили, 800 миллионов, когда ее осудили, она же на груди наколку сделала. Век Толи не видать. Толи это Сердюков. Вообще, чудовищная ситуация. Они обнаглели чиновники настолько, вот им для входа в ад их душам виза не требуется. Безвизовый режим для них. Они настолько обнаглели, ее выпустили на глазах у всей страны. Когда она пришла на зону, начальник зоны ее спросил, вы хоть чаю попьете? Ну, она говорит, не, ну, пару дненьков задержусь. И на двери своей камеры она вывесила табличку прием администрации тюрьмы с такого-то до такого времени. Ну как, ну, жуткая ситуация. Вот так, на глазах у всей страны. Песков засветил часами, а это, выпустили ее, видите ли, она искупила свою вину. Она никогда не искупит вину свою. То, что она сделала, это измена родине. Это высочайшая мера наказания должна быть. А Сердюков вообще ходит себе на свободе. но он очень благодарен Васильеву. Больше всего Васильеву благодарна жена Сердюкова. Благодаря Васильеву он вернулся в семью по суду. Ну что, остается только их полоскать вот так в нашем эфире. Ну-ка, вообще, вот, обожествлять Путина. А господин президент, вы посмотрите внимательно на то, что творится вокруг. Да, вы сняли Якунина. Вроде хорошо, замечательно, потому что все время дорожали билеты и богатели чиновники ЖД. ЖД в смысле сокращения. А, то есть не антисемитизм в эфире. Это не антисемитизм. Якунин был симпатичным человеком, но он абсолютно крышу у него сорвала. Он в последний раз рассказывает, что на совещании каком-то сказал Путину, что железные дороги если дотации нужны. Какие дотации? Посмотрите на цены на билеты. Посмотрите на эти туристические базы, на дома отдыха от железной дороги. Посмотрите, как вы обнаглели чиновники ЖД. В хорошем смысле это слово. И посмотрите, я приехал на Питер, на Ленинградский вокзал как-то, еще когда выступал полгода назад. И там не пускают машины. к поезду. И подходит охранник и говорит, вы извините, мы не можем вас пропустить, это стоянка для инвалидов, сейчас сюда Якунин приедет с администрацией. Вот это точняк было совершенно сказано. Сегодня, завтра день города. Да? Какой день города может быть, где столько детей без операции? Есть абсолютно не связанная с тем, что вы только что сказали новость. Она пришла по каналу агентства Интерфакс. Усредненная сумма взятки в Российской Федерации выросла за последний год почти в три раза. Девальвация рубля? Достигнув отметки в более чем в 600 тысяч рублей. Ну, что такая цифра 600 тысяч рублей? 613 тысяч и 70-х. То есть 613 тысяч 700 рублей. Внимание! Это сумма за отчетный период. 10 тысяч евро. Да, почти 10, ну, да, около 10 тысяч. Это сумма на душу населения. Средние взятки в России. Да это что-то страшное. По мнению ассоциации Всероссийской антикоррупционной общественной ассоциации чистые руки. То есть они каким-то образом подсчитали, разделили количество взяток чиновников, усреднили это на душу населения, получилось 613 тысяч рублей. В принципе, 613 тысяч рублей неплохая сумма, будем так говорить. Здесь хватит на операцию девочки одной взятки. Но, тем не менее, эта сумма средняя уходит по мнению ассоциации чистые руки чиновников. И в банки заграничные потом. А скажите мне, пожалуйста, вот день Москвы надо проводить вот так. Вот представляете, людям нечего есть в квартире, не могут детей отеть в школу, нормально приготовить, но купили бутылку водки, нажрались и стали танцевать. Вот это день Москвы на сегодняшний день. Ну, что это такое? Поить людей, которые так чудовищно себя чувствуют? Вы смотрите, что с тротуарной плиткой произошло. В центр Москвы выложили плиткой этой, которая на велосипедах. Вы что будете на велосипедах в Кремль ездить? С мигалками, что ли? Вы посмотрите, что в центре Москвы делается. Вы подошли с пробками, с подорожавшими ценами, с повысившими. И день Москвы стыдно. Эти деньги надо пустить на операции детям. И тогда это будет день Москвы прооперировать всех детей, которые не имеют денег на операции. Тогда вы, господин Собянин, отпразднуйте день Москвы суперски. А не если поп-звездушки, звездуночки и вот эти пельзимухи поющие будут на всех дощатых помостах, похожие на эшафоты, установленные петь по всей Москве. Это вообще стыдно проводить этот день на сегодняшний день. А сейчас деревья вырубаются в Москве. Вырубаются настоящие деревья и сажаются вот эти полуискусственные выращенные в катках, чтобы было как в Голландии. И мало кто об этом знает, между прочим. Флешмоб уже собираются организовывать наши москвичи и дай им бог, надо уже восставать против этого. А почему? Откатная экономика, это все закупка. И знаете, гениальный анекдот, мэр Москвы выходит из мэрии, смотрит, плиткой уложено все, говорит, хорошо, едет дальше, а там и сквер уложен плиткой, и вокруг сквера все, и фундамент, он говорит, выехал и озеро плиткой уложено, говорит, замечательный, поднимает голову вверх, в кайфе, оттуда голос, и не вздумай. Друзья, на этой прекрасной ноте давайте уйдем на рекламу и вернемся через несколько минут. цензура не работает, когда в эфире неформат на юмор ну что, у нас есть много сообщений, давай, я тебе камеру попробую, давай, дядя Миша, вы не планируете в Донецк приехать, спрашиваю, жители Донецка, вы уж лучше, как память, как тогда, вы уж лучше вы к нам, нет, я не планирую в Донецк, Донецкая Динамо сейчас не очень хорошо играет в Донецке, а, Донецк, футбольный клуб, Донбасс, Шахтер. Шахтер, Шахтер. Они вообще приехали, они чуть не в Львове там сейчас выступают, поэтому... Судя по тому, ну это надо в эфире сказать, судя по тому, как Украина выполняет свои обещания, Максим, у меня такое иногда впечатление, что Украина руководят киевские динамовцы. Киевская Динамо. Вы сказали про Пятый канал, где выступила Навкос. Не работает. Да. Сегодня, об этом нет информации, но я прочитал на украинских ресурсах Саакашвили, что в реформах в Украине, что правительство Яценюка из 26 предложенных им кандидатов региональных райадминистраций утвердила только двоим, остальных поставила своим. И он считает, что это не реформа, а имитация реформ. То есть начинается уже такое жесткое противостояние. Ну, этого следовало ожидать. Конечно. Конечно. Саакашвили, да, он уже недоволен. Нормально. Недоволен. Гениально про него Путин сказал. Мы же не виноваты, что его как... Вшу гоняют по Европе. Как вошь гоняют по Европе. Стрелку. Где вы это берете? Как про занозу в заднице. Здесь стрелку наверх, а здесь просто перевернуть. Это пятый канал. Это пятый канал, смотрите, где все такие фразы. Помните, вы сказали, что этот худосочный мужчина... на медведя ходит. Но это я взял на английском языке. Это там, в Европе было. Это не у нас. У нас почему-то не было. Я тогда еще сказал, что я этого не помню. А где у меня про Саакашвили? Все, что я про него думал, у меня где-то было. А вот про Евгению Васильеву. мне нужно и авто тоже. Юмор я понимаю. У Ани спроси, где авто. Мне авто нужно приобрести. у Евгений Васильеву. У Евгений Васильеву погоняло. Она уезжает уже. Погоняло теперь на зоне. Прозрачное. Поскольку ее никто не видел. После того, как Евгению Васильеву дали срок, появилась загадка на зоне. Сидит девица в темнице, а косари припрятаны. И появилась же информация, что в России могут как и в Соединенных Штатах появиться... Тюрьмы. Тюрьмы. Пятизвездочные. Со СПА. Вертухаи будут делать СПА. Взятки надо узаконить. Конечно. Просто из них 13% налоги. Налоги платите все. Если будет 613 тысяч 13% налогов, это сколько? Это будет 6,3. 60 плюс 8. 17... 78. Это как будет выглядеть? 78 тысяч рублей с каждой взятки. Ну, ну... Что? Взятка рядом. Два столбца. Да. И налоговая должна следить за этим. Налоговая свои взятки берет. Здравствуйте. Вы получили взятки в этом месяце. Сейчас ему скажем... Ага, да-да-да-да-да-да. А она говорит, у меня ИП по взяткам. У меня 6%. Хорошо зарегистрировано? Причем? О-мохнатая лапка. О-мохнатая лапка. Это 18%. Я даже не знаю, не очень выгодно ООО регистрируют для взятия взяток. Для взятия взяток. Так, у нас с вами 20 секунд остается. Да. Михаил Николаевич, ну что, про беженцев, да, поговорим сейчас. А про Саакашвили вы не будете разговаривать? Ну, вообще, как бы Европу, Украина, можно вот эту историю взять. Можно. Украина со Европой. Украина со Европой, конечно. Мы предупреждали, что Европа вступит в Украину. Вступила, реально. Продолжается программа «Неформат». И в прямом эфире прямо сейчас мы говорим о тех событиях, которые очень серьезно влияют на наше настроение, которые заставляют нас иногда грустить, к сожалению, чаще, чем улыбаться. Но я надеюсь, что именно программа «Неформат» заставит вас посмотреть на это все с другой стороны и увидеть то, что в конце туннеля есть яркий свет. Смех. Это мой новый концерт. Будет называться «Смех в конце туннеля». Я уже не стал это говорить, потому что это гениально. Правда, «Смех в конце туннеля» это можно и к программе «Неформат» применить, потому что фактически это целый концерт Михаила Николаевича Задорного, который вы можете слышать в течение двух часов. Новость, которая, даже не новость, а цепь событий, которые слились в единую тему, это беженцы в Европе. И об этом в Европе уж, по крайней мере, не говорит только ленивый. Все ушло на задний план и Сириза, и проблемы Греции, проблемы Евросоюза, связанные с Украиной, с расширением НАТО, с российской агрессией. Все ушло на нет. После того, как на тихих баварских улочках деревенек стали появляться люди в чалмах. И есть несколько точек зрения на эту проблему. Некоторые люди говорят, что а в чем вопрос? Конечно, пусть приезжают к нам, ведь в Европе, естественно, убыль населения происходит, а к нам едут молодые, здоровые сирийцы, они поднимут нашу экономику, пишут некоторые европейские газеты. Другие говорят, а почему же они, черт возьми, не бегут на Кубу, в КНДР или в свою Россию? Почему они все бегут к нам в Европу? И есть еще более конспирологическая теория, которая говорит о том, что вся эта заваруха была устроена Соединенными Штатами, кланом Ротшильдов и Рокфеллеров, для того, чтобы беженцы, убежав от ИГИЛ, дестабилизировали Европу и опять подчинялись протекторат у США. Ну что, вообще это все США замутило, потому что они начали эти арабские революции в мусульманском мире. И они встряхнули это все. Там, ну, какое ваше дело? Ну, тиран и тиран, но зато порядок. А теперь жить невозможно в Ливии. Ни в одной стране практически арабской сегодня невозможно спокойно жить, кроме самой богатой, приамериканской, присосавшейся, это Эмираты. Все остальное, ну, там еще пару таких же есть, офшорных стран. Но, смотрите, это же они и замутили, я думаю, что здесь не только Ротшильд, здесь существует целый клан тех, кому надо опустить Европу. И поэтому, вот, зачем Россия, зачем нужна война на Украине? Она всем нужна. Она нужна Америке, чтобы, сваливая вину на Россию, опустить Европу. Потому что Европа не может выйти из этого конфликта. Украина в Европе находится. Но почему Европа тогда в таком случае слепо следует за политикой США? Не могут правители ничего сделать. Золотой фонд германии находится в руках банкиров американских, если он еще существует вообще. И это после войны было. Сталин не обращал внимания на золото. Ему главное было Берлин, наш славянский город занять. И они это сделали. И вот на сегодняшний день никто не может вывернуться из этого. Вот Ципрос пытался, а вот смотрите, не все у него получилось. Теперь самое большое назовут Салат Ципрос греческий. Вместо греческого Салат Ципрос, пожалуйста. Ну хотя, я горжусь тем, что я в одном санкционном списке Украины с Ципросом нахожусь. Кобзон, Ципрос и Задорнов. Мы там, значит, возглавляем этот список. Черный под трибунал. Вообще Украина меня умиляет. Она каждый день пытается на кого-то дело завести. Они повестку прислали Генштабу России в свой суд. На что я сказал, Генштаб должен явиться, причем вместе с российской армией. Туда. Но каждый день заводят. Я в трех списках украинских. Но они тут ни при чем. Конечно, это все американская муть пошла со всех сторон. И Европа ничего сделать не может. А, смотрите, демократы, политкорректность. Ребят, вы нам говорили, что мы не политкорректны, да? А почему вы африканцев не хотите принять, если вы такие демократы и политкорректы? Вот оно, полезло. Все, вся пена вот эта, канализационная, вспучилась и полезла из народов, которые считают себя цивилизованными. В Латвию прислали сто или двести беженцев. Вы знаете, только об этом и разговоры. Русские только ручки потирают, говорят, вот так вам надо. Вы нас называли людьми второго сорта? Получите. Ну, русские в Латвии. Русские в Латвии, да. Такая же история с русскими в Эстонии. Но в Эстонии, кстати, автомобиль один шведский рекламируется гениально. он движется быстрее, чем вы думаете. СААП. СААП. САААП. Вот. Но да, ребят, вы лицемерно жили и получаете. Вы устроили заваруху во всем мире. Хотя, я считаю, если вы настоящий демократ, вы должны принять иммигранта. Ну, вот смотрите. Несколько газет я сегодня почитал европейских, которые пишут о следующем. Например, словацкая пресса говорит о том, что они готовы принять сирийских беженцев, но только христиан. Эстония сказала, что они рассматривают всерьез возможность принять 150 человек еще дополнительно. Польша сказала, что они принимать не будут больше беженцев, потому что они и так уже приняли достаточное количество беженцев с Украины. С Западной Украины. Да. И на кого не посмотрите. Венгрия выстраивает стену на границе с Сербией. Вот он Евросоюз. Вот она проходимость границ. Люди штурмуют венгерские поезда, чтобы уехать в Германию. И несмотря на протесты немецкого правительства, венгрии говорят, мы здесь вообще не при делах. Пожалуйста, они хотят ехать в Германию, пусть они едут в Германию. Это же свободная Европа. Правительство Норвегии сегодня выступило с обеспокоенностью, что 130 человек из России на велосипедах через малоконтролируемую границу на севере Мурманской области переехали на территорию Норвегии на велосипедах. Знаменитый сирийский велопрогон. Они на день Москвы берут на прокат велосипеды, поехали в Мурманск и дальше в Норвегию. Ребята, верните, пожалуйста, велосипеды. А там тротуарную плитку складывает мэрия Москвы. Ой. Ну, что вам сказать? Они все сдадутся. не примем. Это их правители говорят, чтобы повысить свой рейтинг, чтобы не терять вот это поганое слово имиджит. И, а на самом деле они все равно всех примут, потому что им скажут, тогда мы вам не даем никаких кредитов, а кредиты правителям пилить. И все, и все это будет все равно сделано. Ну, что ж, друзья мои, давайте, раз вы такие ценности рекламируете и нам навязываете, ну, принимайте. А мы, кстати, приняли с Украины очень много иммигрантов. И я вам должен сказать, я многих видел, ко мне приходили на концерты практически, наверное, ну, все, кто ко мне приходили, все довольны, что переехали с Восточной Украины сюда. Я бы вообще на сегодняшний день забрал оттуда всех, кто хочет нашей идеи русов, славяно-русов. Я бы забрал в Россию. Урал есть, есть Сибирь. Им там так хорошо живется, к ним так хорошо относятся. И, ну, чего мы там, ну, что мы, зачем мы это все цепляли? Украина отказалась строить забор с России. Знаете почему? Потому что его украдут сразу, как построят. Причем неизвестно, с какой стороны украдут быстрее. русские могут быстрее украсть, и это их сильно обижает. Я вообще вот эту фразу я хочу озвучить, которая в перерыве сказала, что такое ощущение сегодня Украине, Россия нужна. Обязательно нужна. Потому что все их неумелости, профнепригодность, их вороватую суть чиновников сегодняшнего, конечно, Януковича надо было судить за все, что он натворил на Украине. В Украине. Конечно, ну это безоборот. Ну эти же, такие же пришли. Просто на новых идеях. И на сегодняшний день я вот говорю, такое ощущение, что Украиной руководит Киевская Динамо. Потому что ни одно обещание, все, продинамлено, все. Он уже Саакашвили на них обижается. Значит, почему он обижается? Не додают. Ой, Саакашвили, это, конечно, история. Ты одессит, Мишка, а это значит после Кличко и не того назначат. Заняв пост губернатора, Саакашвили первым делом пообещал бороться с контрабандой. Это первый в мире случай, когда на борьбу с криминалом встал человек, объявленный в международный розыск. Все. Администрация Петра Порошенко ответила на запрос украинских журналистов и обнародовала декларацию о доходах Михаила Саакашвили. В документе все одно предложение. Мои года, мое богатство. Ну что ж, друзья, у нас первый час. Помощником Михаила Саакашвили стала российская оппозиционерка Мария Гайдар, дочь Егора Гайдара. Про сказочную пару Маша и Миша. Вот он. Про Машу и Мишу мы поговорим в начале следующего часа. Ну тогда вот последнее. Вот он, настоящий юмор по-одесске. Украинцами и евреями руководит американский грузин при помощи россиянки. Вот он интернационализм. Главное теперь, чтобы Маша не передался о Кашириле черновике отца. Гайдаровские реформы после Майдана. Вот это для народа будет перебор. Кто не скачет, тот не курс. Там все это... кто не скачет, тот не курс. Новая отливка у нас. А, не курс рубля, да? А их укропами теперь называют? Нет, там, насколько я понимаю, насколько я смотрю в новости, там укроп это отдельное движение. А, партия даже есть. Партия целая, конечно. И там же эта партия укроп и свобода, они же взорвали гранату возле этого. Это они взорвали? Значит, они тоже недовольны? Гранату, да. Свобода, кстати, вне бога взорвает. Там же и они как ни пытались притянуть за уши, сказать, что это чуть ли не Путин лично вложил там в руку бросающему гранату. Выяснилось, что он просто из зоны АТО вернулся, этой антирористической так называемой операции. Он с войны пришел, у него были две гранаты. Он просто в какой-то момент психанул и бросил в толпу. Дим, что бы убрал? А эти говорят, все виновата Россия. Да, у этих все Россия. Подкупьте, как хорошо слышно. Много про фильмы спрашивают, Михаил Николаевич. Ну, это мы сейчас скажем. Я думаю, да, обязательно нужно будет рассказать. Скажите, а вы правда рассчитываете, что хоть одну передачу и формат послушает президента. Очень бы хотелось. Вывеска в магазине пиво Аян. Я не знаю. А рядом табличка процедурный кабинет. Я не понимаю. Когда наблюдал, ржал, а, пиво и кальян, может быть. Пиво Аян. Написано пиво Аян. В мурманске, говорит, тяжело с эфиром слышно плохо. Такая фотография, вперед стрелка указана и написана краской вперед, получается, 200 километров говна. И дорога разбитая вперед идет. А мне прислал папаша один письмо такое пишет. Я дочку заругал три годика. Она меня обнимает, говорит, папочка, ну не надо ругать, я тебя люблю, папочка. И ладошки раз мне на щеки. Он говорит, я расплылся, так улыбаюсь, говорит, ну ладно, дочка. она ему говорит, ну что, поплыл бородатый. мы темы будем сейчас делать, то, о чем вы говорили, у вас есть темы, или к Маше Медведей перейдем, что мы будем делать? Ну, Маша Медведей у меня закончилась. Нет, у меня мультик Маша Медведей, то, о чем я говорил, я прохочу несколько вот этих мультфильмов американских. ты про Верджини видел, Максим, о чем мы разговаривали, да, вот Маша Медведей, они вам хотят закрыть, они уже не хотят закрыть. Да, они сказали, что они будут продолжать. Столица 6 часов вечера. Пятница вечер. Так было почти всегда. Пока не появился неформат. Юмор. ФМ представляет программу, которую можно любить или ненавидеть, но нельзя не слушать, потому что это неформат. Прямо сейчас Михаил Задорнов и Максим Забелин в прямом эфире на Юмор ФМ. Программа Неформат продолжается, только что перевалив за свой экватор, и у нас впереди еще час искрометного юмора, самых интересных размышлений и мнения человека, которого мы всегда так долго ждем, чтобы он появился в эфире, и, наконец, он с нами. Михаил Николаевич Задорнов. Здравствуйте. Здравствуйте еще раз. Ну, и закончим про Саакашвили. Он недавно, вы видели, в каких штанах появился на трибуне, да? Да, надетый задом наперед. Задом наперед у него были штаны, это, с Машей Гайдар они обсуждали реформы, и он быстро не так надел. А это так смешно было. Его сейчас хотят в Россию пригласить в передачу «Модный приговор». Вот настоящая силовая тренировка. Что у нас? У нас событий много, нам два часа не хватит, давайте попробуем. Давайте попробуем в режиме очень таком быстром. Я, мы договаривались, хотя с вами, не брать темы, которые не очень интересны людям, и я стараюсь всегда выдерживать эту линию. Мне кажется, что то, о чем мы сейчас поговорим, будет очень интересно родителям с маленькими детками, да и вообще всем, кто знает о том, что сериал «Маша и Медведи», «Медведь», простит, транслируется в 25 странах мира. Он переведен на 20 языков. И этот сериал в Соединенных Штатах даже недавно вышла небольшая заметка на одном из голливудских сайтов, где было сказано, что этот сериал, мультсериал, претендует на то, чтобы стать классикой. Так вот, израильская газета «Хаарец» написала большую статью, где автор внимательно изучил сериал мультипликационный, который стал настоящим хитом. Все еврейские дети смотрят на идише и иврите «Машу и Медведь». Ну, на иврите там. Ну, скорее всего. Они смотрят этот сериал, и он заинтересовался, а что же дети видят? Так вот, в этой статье, я не буду ее цитировать целиком, постараюсь передать общий смысл. Автор говорит о том, что эти мультфильмы вполне милы, но в них есть дополнительный слой, мрачный и тяжелый, как вся Россия. И дальше начинает разбирать, препарируя по слоям этот сериал. Маленькая девочка живет в лесу одна с щенком, свиньей и козлом. И часто она наведывается в гости к медведю, который ее совершенно не рад видеть. Она пытается деструктивно действовать, медведь все время это терпит. И автор делает вывод, что девочка, Маша, это такая сублимация всего русского детства, брошенных русских детей, которые идут на поклон к стране, к России, образ, который играет медведь. И страна заботится таким образом о своих брошенных детях. Хорошо ли, говорит автор, то, что наши дети смотрят этот сериал? Ведь сюжет сказки еще хуже, о котором ему рассказали русские друзья. Там девочка, которую похитили из дома, стала служанкой у медведя и потом сбежала в корзинке из-под белья. Ну, потому что, видимо, автор не понимает, что есть туиски, в которые можно складывать пирожки, поэтому она в корзинке из-под белья сбежала. Ланчбоксов нет и не было. Да. Ради интереса я поднял сериалы, которые идут на израильском канале. Да и все запретить надо на западе. Почему же автор обратил внимание на Машу и Медведь, когда идут такие сериалы, как шоу Рена и Стимпи, это американо-канадский мультипляционный сериал на этом канале, в котором антропоморфный пёс Рен и кот Стимпи упражняются в туалетном юморе. В частности, одна из серий посвящена тому, как один из них пустил ветер и вот этот сгусток газа в течение, так сказать, всей серии бродил по квартире. Хорошо, что не 4D. Есть сериал Крутые бобры на этом же канале. В детстве бобров выбросили из дома, когда у их матери появилась вторая двойня и дальше они совместно построили дом на берегу озера и начинают жить. Губка Боб Квадратные штаны все этот сериал знают, даже не буду пересказывать его сюжет. Почему же автора заинтересовал сериал Маша и Медведь? О, потому что он солнечный. Там пропаганда, он говорит, там кремлевская пропаганда в Израиле. Кремлены. Да, вот знаете, об этом хочется и пошутить, обшутить и с другой стороны хочется серьезно ответить. Вы еще не упомянули, что в скандинавских странах идет детская передача, аналог нашей спокойной ночи малыши, которую ведет, ну извините, струя мочи и испражнения. У нас, значит, вот эти милые фигуры, эти наши зверюшки, да, а у них и это считается толерантностью и политкорректностью. Это считается, что воспитывает детей. Дело в том, что вот для меня, что для меня погано, что все человечество, оно живет от того, что существует солнце, что солнечный свет, слово святое от слова свет, они от слова проголосовали, кто святое, а кто не святое. Это я про божественную суть снова вспоминаю. И с тех пор, как появились религии на земле, религии, заметьте, я не говорю одна религия, солнце стараются перечеркнуть, забыть и переребрендить в минусовое явление. И до сих пор это продолжается. Смотрите, что произошло со свастикой. Свастика от древнеиндийского слова, означающего на нашем языке свет, между прочим. Солнечный свет. Люцифер, люцер и фары, это вообще-то в переводе светочь означает. Очень много светлейших моментов, связанных с солнцем, сегодня преподносятся как минусовые. Крестный ход шел по солнцу вокруг церквей православных, а теперь во многих церквах идет против солнца. По стадиону бегали, по солнцу, пока не пришла с юга манера бегать против солнца. То есть все время идет и последнее, вот за что мне очень за радугу. Радуга это солнечное явление, самое радостное для детей. Вы посмотрите, через 200 лет радуга будет принадлежность геев и лесбиянок. Радужный танец, это геи приглашают лесбиянок. Но даже сейчас радужные перспективы, Михаил Иванович, Это уже радужные перспективы, уже звучит для многих по-другому. И это та же самая история, как только из России. Вот знаете разницу России со многими западными народами? Вот слова из гимнов, main words, главные слова. США, главное, понятно почему. США созданы из кого? Из бизнесменов, золотоискателей, убийц, проституток, воров. Так образовалась страна США. Уничтожили аборигены. Те слова, которые вы перечислили, сокращенно, это и есть США. Это кстати, вы знаете, что из слова Russia убрать все согласные будет USA. Три лишних буквы. Р, второе, С и это USA получается. Только Russia от слова Ра, солнце. А у них уже этого нет. И вот интересно, гимн. Что такое гимн? Это когда все поют и тащатся от гордости. Посмотрите, от каких слов тащатся СШАшники. Средь битвы огнем баррикад, подлым врагам, на чужом берегу надменный наш враг, банда убийц, пламя войны, кровью ответ, ждет могилы востлен, меж разрухой войны. Украину просто жалко. Еще не умерла Украина. Как можно начинать гимн с этого? А зачем ей умирать? Она должна жить и процветать, и пойти. Итак, зовут нас из могил, душа тела мы положим, вспомним же славную смерть, зачем отдал Украину? Ляжем в голову, Россия! Гимн, любимая наша страна, отечество наше свободное, мы гордимся тобой, хранимая Богом родная земля, грядущие нам открывают года, верность отчизны. Путин тут ни при чем, это поэты сочиняли. Вот она разница, какая сумасшедшая в психологиях. Вот поэтому ему и не нравится наши мультфильмы. Они радостны, солнечны, они не могут понять это. Человек, живущий во тьме, не может чувствовать свет солнечный. ему нужно вот как кроту жить там. И Европа ненавидит солнце, а когда жирафа расчленяют в зоопарке, это политкорректность. Ну, политкорректность главное заключается в том, что скоро вот эту детскую передачу говорят будут вести украинский и сирийский беженец. Друзья, у нас небольшая реклама, потом... русалочку запретили. Помните, мы с вами говорили на Украине? Ну, это русское... Рус и сало вместе. Рус и сало. Да. Еще жива моя старушка. Нам не нужна визовая поддержка. Не формат. На юмор... Красноярск. 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 Красноярск, да. Хорошо, что ты напомнил. Михаил Николаевич, в Красноярске у вас будет концерт. Обязательно. Там ребята, они работают напрямую с радиостанциями. И там есть поддержка другой радиостанции. Вопрос заключается вот в чем. Понятно, что поменять сейчас уже сложно. Когда вы будете в Красноярске, можете ли вы прийти в нашу студию и дать интервью? Надо созвониться с моими... С Леной, да? С Леной, да. Когда ты ее дать? Да. И когда я приеду, я не помню. Я, наверное, за вечером приеду накануне, значит, совершенно спокойно. Хорошо. Да, можно сделать прямой эфир большой. Я Красноярску очень в свое время любил, пока под бандит. Помните рассказ о шпингалете в ванной мой, что шпингалет только у русских с другой стороны, не изнутри, а снаружи. Зашел, и тебя заперли. Это вот красноярская гостиница. И розетка, которую искал выключатель света в шкафу. Вот. Это все было в Красноярске. А я из Красноярска летел в Норильск, и посадка там должна быть в городе между ними вылетела из головы. А там роза ветров особая. Нас восемь раз сажали за один день в этот город. А, это зажигалка, ты можешь только сжечь кого-нибудь. Восемь раз сажали? В одном городе. Сейчас вылетел название, это известный город. До Норильска. А его можно произносить в эфире? Можно, да, я забыл. Что это за город? Я сегодня узнал, что, например, городу Маркс исполнялось 250 лет. Это тоже около Саратова? Да. Энгельса это надо через Волгу. А, ну Маркс, да, там же. 250 лет. Назывался Екатеринштадт. И Спенсеру тоже. Маркс и Спенсер там главный офис. У них там у Маркса и Спенсера головной офис. А правда же, что Маркс на самом деле где-то в своих трактатах говорил, что Россию надо уничтожить? Да. Это я сам читал. Что славян надо уничтожить. Вообще. Что это люди второго сорта. Саш, сколько минут у нас? И Троцкий с Лениным послушались и решили уничтожить. Вот это телефон Лены, помощника. Так, я сейчас передам Маган. И с ней свяжу. секундочку. Хорошо, сейчас один момент. Максим, авто в понедельник могут дать информацию. Ну хорошо, на почту мне отправят тогда, а я вам по авто перешлю тогда как-то выходит. Ладно, там сбор сейчас идет. Дональд Трамп тоже вообще с американцами. Да, Трамп Лукашенко по президенту можем пройтись. Вы про самолет сказали, Михаил Николаевич, а я вспомнил историю из отпуска. Значит, у меня сообщают авиакомпанию Катэкавиа. Я первый раз слышу это название, захожу в Google, набираю Катэкавиа. Первая ссылка. Пассажиры авиакомпании Катэкавиа толкали самолет, чтобы оттон не мог взлететь. Нет, ну они не самолет, а вертолет. Самолет, когда он примерз. Я это помню. У него замерзли тормозные колодки. Его обрабатывали противогелоледным реагентом, который весь, видимо, разлили. Да, медленно толкали. С каким настроением я готовился к отпуску. Да, после этого. Вор должен сидеть, вор должен сидеть, вор должен сидеть и слушать. Не формат, а юмор FM. Ну что, мы приветствуем всех, в том числе и таких наших слушателей. И какая же программа не формат, как и в прочем выступление Михаила Задорнова, без упоминания о нашем главном партнере, как принято в Министерстве иностранных дел говорить, Соединенных Штатах Америки. наш главный спонсор. Да. Вот неожиданно сейчас это прозвучало, нас сейчас запишут в агенты, в агенты, да, влияние придется источники финансирования открывать. А ох, как не хочется, 613 тысяч так греют ляжку, как говорил в свое время Шукшин. то есть вы один берете, мне не достается ничего. Николай Николаевич, ну, что же делать. Вообще, про Америку я могу сказать, пугать Россию санкциями, это вот, интересно, сегодня телевидение все время говорит, Америка, Америка, Америка виновата, я вас 20 лет назад предупреждал и вы меня клеймили, клеймили. Сегодня вот эти либералы до сих пор обожают Америку. Кто такой либерал? Это человек, который о своем мнении узнает от спонсора своего. Потому что у либералов нет своего мнения. Ну, газету, радио, все эти либеральные содержатся на деньги оттуда, потоки идут оттуда. И пугать, мне один написал, Европа не понимает Америки, что пугать санкциями народ, который ножом чешет спину, ковыряет, вилкой в зубах, ныряет в прорубь зимой, в минус 40 идет на работу пешком, потому что автобус замерз, в плюс 30 копается на даче в грядках, при 120 парится в бане и наливает водку и поддает жару по меньшей мере глупо и непродуктивно. Мы русские, мы другие. Запомните, мы действительно другие. Вон мне парень один написал, ну вот с нами нельзя воевать. Ну, они не могут вычислить с компьютером, что мы сделаем. Потому что у нас образное мышление. Я много раз об этом говорил. Вот конь не валялся, переведите американцам. А почему он вообще должен валяться? Так же этот израильтянин. Что за чушня? То есть не валялся, не сделали, а валялся, это значит, ты что-то сделал, что ли, получается? Это образ, так же, как образ Маши и Медведя. Это определенные энергии заключены. а они понимают буквально или, допустим, выражение не в зуб ногой. Ну, что это? Почему надо в зуб бить ногой? Оно тоже, им нельзя это перевести. То есть, не в зуб ногой ты ничего не знаешь, а в зуб ногой это значит, ты что-то узнал. Папаня засадил ногой по зубам, и ты выводишь. Что это? Никто не объясняет. Есть кровь из носу еще, знаете, выражение. тоже зуб в носу. У нас очень много. А, когда заходят... Это перевод прямой американского выражения. Им нельзя это перевести. Почему? А они, для них язык, информация, для нас дрожь, настроение, передача. Вот дети забегают в море, и что они поют? Баба сеяла горох. Ухох. И сказала... В море. Баба сеяла горох. Почему это в море надо петь? Обвалился потолок. Все не срастуха полная. А, когда говорит, я на диете, и какой? Он говорит англичанину, я вообще сижу на морковке. Для англичанин сидеть на морковке не очень удобно. Это жмет. У нас другое мышление. Вы знаете, мне... Так же, как эта последняя фраза, извините, девушка хоть куда. Это не значит, это... Иностранцы понимают это очень не в хорошем смысле. Я тут на днях посчастливилось мне пообщаться с вашей давней знакомой Склара Борисовна Новиковой. Она рассказала историю, что она была... Я до сих пор знакомствую. Да. В Соединенных Штатах на гастролях и на одном из концертов она спускается в образе тети Сони вниз и идет, разговаривает с людьми. И вдруг видит, как такой приятный молодой человек сидит, и с ним рядом, ну, вероятно, его бабушка, то есть очень взрослая дама. Она наклоняется к ней и говорит, а это ваш внук в образе тети Сони? Так говорит, да, это мой внук, он кончил на компьютер. Денис, это вот одесское выражение, переведите вы это на английский. Вот молодец парень. А у нас парень, молодец парень, любит компьютеры. А у нас тоже это письмо, я не знаю, озвучило или нет, написала молодая женщина, мой брат очень любит компьютеры. И сидел долго с Клавой, что-то шоколадка была на Клаве, ноутбук расплавилась, а он думает, идти за водой там все это мыть долго. И он стал облизывать ее. Ну, как с таким народом воевать, который облизывает Клаву? И в это время зашла подруга его сестры с ним познакомиться. Говорит, мне говорили, что ты увлекаешься компьютерами, но я не думал, что до такой степени. А и после этого тот самый случай и произошел, о котором Клава Борисовна рассказывала. Да, то, что она рассказывала. А еще интересно, вот с этим народом, ну как ты это вычислишь? Когда мужик мне пишет, я нашел Михаила Николаевич, в Юмор-ФМ у вас будет скоро, пожалуйста, расскажите об этом случае, чтобы все знали. Я не прошу больше никого, ни маму, ни сестру, ни жену стирать носки. Я нашел способ, как я боюсь это рассказать. Только русский додуматься может. Я в термос закладываю носки, заливаю горячей водой и бросаю его в багажник. И он там болтыхается, и стираются сами в течение дня, пока я не есть. Вынимаю еще горяченькие. Понятно. Барак Обама... Один мне рассказал, что он носками выложил сердечко своей любимой в комнате. Когда она пришла, у него носками было... То есть такое количество их было под кроватью, осталось, что их хватило на сердечко. Я понял. Большое такое. Санкции решили принимать. Барак Обама решил загадочную русскую душу постичь. И что он сделал? Он поехал на Аляску. Недавно его визит состоялся туда. Он понял, что это русский край. Да, и он сказал, как такое возможно? У Соединенных Штатов Америки два ледокола, а у России 40. После этого сенатор Маккейн сразу сказал, что Россия собирается ледоколами атаковать США. И США нужно срочно увеличить количество ледоколов. Ледоколов. Против наших ледоколов. Да. Война ледоколов такая. Ну, помните, Маккейн говорил, что если его выберут, он сделает проветриваемые самолеты. Иллюминаторы, как форточки будут. Ну, есть еще один человек, который начал говорить, что когда его выберут, у него же даже целый слоган, есть рекламная кампания, его предвыборная кампания. Звучит это так. Я смог, и вы сможете. И это Дональд Трамп. Прекрасный кандидат в президенты. Ну, над ним только ленивый. Не подшучивает в Соединенных Штатах, да и во всем мире, но между тем, он говорит довольно интересные вещи. И иногда правильные. Он прославился тем, что он очень жестко, делает очень жесткие заявления, зачастую правильно. Его рейтинг растет, как на дрожжах. И это такой, ну, да простят меня в ЛДПР, такой жириновский американец. Да, потому что, вот, вы знаете некоторые высказывания Трампа. Вообще, как вам эта фигура в кресле будущего президента? Мне Дональд Трамп всегда немного был симпатичен. Это не ротшильдовский клан. Во-вторых, я всегда, когда останавливался в его гостиницах, когда меня пускали в Америку, я всегда был доволен. Кстати, плаза его гостиница. И много игровых домов его. И первый конкурс красавиц в мире придумал он. И проводил он. А сейчас вон что замутил. Везде на этом бизнесмены сейчас. Вот это мисс Грудь, мисс Сосок, мисс Компромисс. Вот это по всему миру пошло. А сейчас мне нравится, он иногда говорит очень точные вещи. Ну, так же, как нас, Жириновский. Он недавно сказал, если я стану президентом, я всех эмигрантов удалю из США. Правильно? Останутся одни индейцы. Потому что вообще не все эмигранты. Вот его и возмутились. Ну, гениальное выражение. Ну, действительно, все остальные же эмигранты приехали. Вот, что касается. Вообще, надо пройтись еще нам по президентам. Да, но на самом деле Трамп заявил, что Обама не может наладить отношения с такой сильной личностью, как Владимир Путин, а я смогу. Мы бы с Владимиром, говорит он, поладили. Да? Я тоже считаю, потому что они не формат. Их можно к нам в передачу пригласить. Вы имеете в виду президент и то, что у нас есть президент Белоруссии Александр Лукашев. И он не формат. Путин же не формат. Он, он недавно олигархам подарил всем по зеркальцу. Он о нем написал. Его разыскивает полиция. Первого апреля подарок. Владимир Путин уже второй раз совершает погружение на Батискафе. Начал повторяться. А что делать, если он все перепробовал? Я лично вижу один способ по-настоящему удивить свой электорат. В прикиде байкера совершить авиаперелет Чита-Хабаровск на Батискафе с пределным реактивным двигателем, увлекая за собой стаю стерхов с песней Blueberry Hill. А что... А, про Лукашенко. Я про Лукашенко, конечно. Чиполлино по-европейски. Я думаю, может быть, мы об этом поговорим через некоторое время. Пожалуйста, давайте. Потому что у нас просто зреет рекламная пауза. И, друзья, обязательно поговорим и про Жарара Депардье, и про Лукашенко. А самое главное про то, что почему Москва, по мнению зарубежных туристов, стало худшим городом Земли. Самое лучшее радио. Это хорошо. Пока могу показать новость свежую на ленте. Перезвонишь. События? Да. Президент Путин сфотографировался с кошкой Муркой в Хакасии. На ленте первая новость. У него майка была заправлена. Вопрос для обывателя. Да. И какие часы были на кошке. Да, какие часы были. Я боюсь, что это дорогая кошка. Дорогая? Очень дорогая. Когда падает рейтинг, нужно фотографироваться с животными. Кстати, хорошая. Антиклопедия президента. Поехали. Животные, да. Он с Волочковой был. Спокойно, пока не начался не формат. На Юмор. Это вы слышали продолжение нашего разговора. Если вам посчастливилось посмотреть на Юмор. ФМ на канале или у Михаила Николаевича на Задор ТВ видеотрансляцию в прямом эфире или в записи, то вы увидите и услышите все, что происходит за пределами рекламного блока. А там очень много интересного. Поэтому вы узнаете, что предшествовало словам Нижнего Волочкова. Ну а сейчас мы продолжим программу и хотели бы поговорить о президенте Белоруссии Лукашенко. Его тоже ожидают выборы в ближайшее время. Применительно к чему? К тому, что к нему прилетел россиянин, который сказал, что он настолько впечатлен тем, как покос развернут в Белоруссии, что сейчас хотел бы продать всю свою недвижимость во Франции и переехать в Белоруссию. Этим россиянином оказался Жерар Депардье. Я бы это прокомментировал так. В Белоруссии пройдут выборы президента. Ну, у них, конечно, тоже неформатный прецедент. Сейчас в Белоруссии к этим выборам в рамках рекламной кампании выпустили Лукашенко в Лукашенко в Лукашенко в Лукашенко. Белорусская матрешка. Зазывается «Свободный выбор». И в рамках предвыборной пиар-компании Лукашенко одолжил у Путина Жерара Депардье. Этим летом во всех теленовостях показывали сюжет, где Александр Григорьевич учит французского актера косить траву. Но я уверен, гораздо больше резонанс вызвало бы видео, где Депардье учит Лукашенко косить от налогов. А вообще, мне нравится. Лукашенко косит траву. Такой видеоролик надо было сделать. Лукашенко косит траву, напевая «А нам все равно». А нам все равно. А вообще, вернуться к Путину, если Путин, я должен это зачитать в эфире, в прямом, Путин никогда не врет, он пускает в глаза Пескова. Кстати, мне доложили, что на свадьбе Навки и Пескова гости кричали, увидев часы жениха, не горько, а жирно. И они целовались под этот днем. Нет, я их доведу. Я просто хочу прочитать новость, которая сейчас проходит по лентам информационных агентств. Вот на ленте точка ру первая новость. Президент Владимир Путин сфотографировался с кошкой Муркой в Хакасе. Но обыватель не обсуждает, как майка была заправлена в это время. Причем, видимо, с Муркой Пескова за 150 тысяч Мурка. Ему Навка подарила Мурку. Вообще, Навка подарила Мурку и на свадьбе пели Мурку. Обязательно. Слушайте, они не поняли про Волочкову, что мы рассказывали. На отдыхе в Турции Анастасию Волочкову в воде укусила какое-то неизвестное морское животное. Это было в интернете. По слухам, в это же время в этом же месте занимался дайвингом Никита Джигурда. Кстати, Волочкову кусают не первый раз. Например, во время съемки телепередачи «Говорим и показываем», балерину в палец укусил Лемур. Это был первый случай в мире, когда Лемуру пришлось сделать промывание желудка. Ну, вот, а этим летом возмутило всех провокационные фотографии Ксении Собчак, на которой она в церковной одежде и с накладной бородой. Однако, к огорчению Ксении больше всего оскорбились не представители церкви, а фанаты Кончиты Вурст. Ксения Собчак сегодня пришла буквально новость на дне рождения Евгения Киселева, который проживает компактно на территории Украины сейчас, танцевала. Танец очень похожий на танец людей, которые не знают даже, как сказать, чтобы в 16 плюс не попасть. Короче, имитирующие некие движения сексуального характера. А, это вот пчелки? Видите, я в курсах. Реально, пчелки. Народ сумасшедший, им надо это все. Ну, а сейчас санкции, вы знаете, против Америки? Сейчас американские горки официально будут называться американские кучки. А американцы со своей политкорректностью взорвались настолько, что зомби, у них теперь не политкорректное слово. Теперь политкорректное воин. Гнило американцы. И тем не менее, американские туристы, приезжая в Россию, видят не только хорошее, как нам казалось бы, они видят и плохое, потому что в рейтинге издания Travel and Leisure, которое издается в Соединенных Штатах, и это, между прочим, издание является одним из самых популярных в мире туристическим гидом. Так вот, среди всех городов мира, которые попали в это исследование, первое место по самому фактору недружелюбности заняла Москва. Произошло это по той причине, что туристы упрекают столичные власти в нежелании им помогать и указывают на недостаток приличных ресторанов и проблемы с общественным транспортом. Да пускай скажут спасибо, что им морду не набили. Они же как американцы ведут себя. Санкт-Петербург на третьем месте. Санкт-Петербург на третьем? Да. Почему Москву считают таким плохим городом? Ведь плитка есть. Озера уже, вы говорите, выложены плиткой. Все хорошо, казалось бы. Группа Аэросмит приезжает. Как это ее называют хозяйку? Мадам Бордюр. И за Бордюрино все. Ну, потому что они другие. Им нужны политкорректные улыбки по Корнеге. Фальшивые. А у нас этого нет. У нас в каких-то дорогих ресторанах это существует, как в Пушкине. Говорит, одно мгновение. И все время улыбается. Сударь. Я говорю, прекрати говорить сударь. Да, с удовольствием сударь, он мне говорит. Я говорю, ты кретин, он говорит, с удовольствием. Им сказано, вот это американская система. Если бы наша Москва была как ресторан Пушкин, им бы это понравилось. Но им же главная политкорректность, не зомби, а гнило американцы. Мы много раз об этом говорили. Не мама, а родитель номер один. Не папа, а бабушка. И так далее. Мы много раз говорили. Не папа, а бабушка. Бабушка, родитель номер два, родителя номер один. Вот такая хрень у них считается интеллигентностью. Но как, что вы хотите, когда приехал Рахманнов играть в Нью-Йорк, люди были восхищены америкосы, как он, как у него пальцы длинные бегают по клавиатуре. То есть, если бы он этими пальцами гамбургеры им выпускал на сцене, не было бы аплодировали точно так же. Это другие люди. У них другие ценности. Вы посмотрите, в каждом сериале американском вот разница. Едят. Все время. У них приспособление. Они все время жрут. У нас пьют. Причем иногда чай причмокивая сладко в фильмах НТВ. Иногда залпом. Чай залпом. Горячий чай залпом. Для них главная политкорректность. Поэтому я думаю, в США скоро появится отредактированная версия Библии. Я образно отвечаю на вопрос, почему мы им не по душе. Потому что мы не политкорректны, а честны. Политкорректность это вранье, лицемерие, ложь. Так же, как толерантность. Новая отредактированная версия Библии у них будет сейчас готовиться. Она будет, конечно, начинаться так же. Вначале было слово. И слово это было толерантность. И сказал Бог, да будет радуга. И была радуга. В этой Библии первыми людьми будут Адам и Атам. Причем один белый, другой инвалид, темнокожий, горбатый. Так как Бог создал человека по своему образу и подобию. А вот змей вместо яблока будет предлагать гамбургер. Яблоко нельзя. Это скрытая реклама Apple. Первая глава Библии закончится тем, что Бог прогонит Адама и Адама из рая, и они подадут на него в страшный суд за ущемление прав нудистов. Можете дописать дальше, друзья мои, если не боитесь смеха в конце туннеля. Ну, я хочу сказать... У них форматное мышление. А что такое форматное мышление? Я горжусь этой фразой в Твиттере. Концлагерь для мыслей. Это дурновение моды. Ой. На этой неделе в Польше, вернее, на прошлой неделе, но на этой обсуждается, нашли состав с золотом. А, в Польше? Да. Почему я хотел про Польшу еще поговорить? И применительно к составу тоже, я думаю, мы поговорим. Но из какого состава поляки? Так вот. На вопрос, кто больше всех ненавидит Россию, который провело видное американское исследовательское агентство, выяснилось, что больше всего людей, которые ненавидят Россию, проживают в Польше? Ну что, это, в общем, понятно. Польша, как и Украина, так называемая буферная страна. Вообще, буферные страны существуют. Буферная страна не может иметь независимость. Это не я сказал. Это научные труды. Буферная страна всегда должна принять сторону какого-то соседа. Вот, Украина независимой быть не может. Она будет зависеть или от Запада, или от Востока. Польша приняла на себя всегда, приняла уже давно западную точку зрения. А так как они выслуживаются перед Западом, то они и шавкать должны громче всех, лаять на Россию. Ну как, это вот собачки такие, которые, во мне польская кровь, мне не очень приятно это все говорить, но самые хорошие, классные поляки, это которые были сосланы в свое время в Россию несколько, пару веков назад, и здесь стали русскими. Потому что польское мышление, оно еще и западное немножко. Оно такое более рациональное, чем вот этот, который у меня ездил за хреном, а хрен забыл купить при этом. Поляки более структурированное мышление. Мне их жалко, честно говоря, они в заблуждении. Они не просто несутся в пропасть, они скачут галопом туда. Михаил Николаевич, ну вот смотрите, объяснение, которое дают, например, в институте, там, польском, профессор, он говорит, что основная причина это события истории и все те поражения, которые наносила нам много веков подряд Россия. Как интересно, это может явиться причиной нелюбия. Ненависти к войне есть война. Турки почему-то на нас не обижены, хотя столько крепостей мы у них отняли, да, но турки к нам очень хорошо относятся. А кому они еще будут си-фуд сливать, морскую еду? Но с поляками немножко другая история. Дело в том, что они думают, что Россия это провинция по Польше исторически. Так же, как Украина считает, что все москали это, значит, отделившиеся когда-то от Киевской Руси. Это, в общем, приблотненная история такая, действительно было литовско-польское княжество. Но силу литовско-польское княжество приобрело вот почему. Когда пришли татаро-монголы на Русь, не в том смысле, в котором это пишут Иго, Иго никакого не было. Они принесли некий порядок, но некоторые наши князья были не согласны с этим. И дать платить не хотели. Они ушли на Запад и помогли образовать польско-литовское княжество. В основе польско-литовского княжества древние русские князья стоят. По-моему, вы сейчас попадаете еще в один список. Ура! А я туда и не собираюсь. Биржа-польский. Ну, вы знаете, я так испугался, когда мне сказали, что я на Украину не поеду. Вы помните, я вам говорил, что страшнее только для меня одно. Это в Гондурасе запретили мне заплывать за буйки. И я думаю, как жить дальше, если я там за буйки не собираюсь. И поля... Они не хотят этого признавать. Гедеминос не был гедемин. Он совершенно никогда не был литовцем. Это долгая история. Но самое страшное... И они вдруг решили Россию прижать, чтобы это была Польша. И пришли двадцатитысячным войскам. И у Смоленска два года не могли взять крепость Смоленска. А защитников в Смоленске было в тысячу раз меньше. И они не могли взять два года. И когда Смоленска их достал по полной программе, это там Сусанин их водил. А они же набрали будущее... У них еще итальянские были легионы. Только идиоты могут думать, что итальянцы будут воевать. Итальянцы могут моду делать, ботинки делать на фронте. Так же, как грузины петь. И вот. И они уже подошли к Москве. Минин пожарский собрали войско. Поляки не могут всего этого нам простить. Но они плохо знают историю. Хотя существует Традзивилловская летопись, написанная польскими авторами. Но я считаю, что они неправы. Когда мы ехали в Советский Союз в Польшу, мы очень любили поляков. Вообще про украинцев на Руси не говорят. Вот Путин никогда не говорит про Порошенко, что он как Гитлер. А эти говорят. Вот Авакову, кстати, приготовлено в тюрьме место рядом с Порошенко. Уже шутка дурацкая. Но забавная. Забавная правда. Я хотел... Ну не могут они нас понять. Они косят под европейцев. Как можно понять, что русский турист пендюрил, обнищав в Индии, продал индусу, я не знаю, что с вами будет, чехол от гитары. Вот как это? Только наш мужик. Он ему сказал, что это на морнин для слоненка. И в них только можно и выгуливать. Вообще, вот, почему эти все либералы не обращают внимания на интегральные показатели? В Америке ваши любимые либералы тратятся в сто с лишним раз больше денег на губы надутые, щеки, попы, груди, вот на все эти ботексы, латексы, шматексы, да? Михаил Михайлович, мы и любим Америку, мы либералы. А, мы либералы с вами. А, в сто с лишним раз меньше денег тратится на борьбу с атеросклерозом. Где-то через 50 лет в Америке будут ходить сиськастые, попастые, губастые, и очень большие половые органы у них будут, все оперированные. Но они забудут, зачем они нужны. У нас небольшой перерыв, и мы уже выйдем на финишную прямую, друзья. Буйки, но я не стал уже говорить. Буйок, за который заплывала Памела Андерсон в спасателях Малибу, продан за 3 миллиона рублей. Со сказками Андерсона. Мисс Сосок. Мисс Сосок, вот, это Андерсон. Да, и еще, когда вы сказали про Мисс Сосок, что есть такие конкурсы, думаю, это вот тоже же признак толерантности, когда могут поучаствовать не все девушки, а только с одной так сказать, грудью. Да, конечно, вот, амазонки имеют право принимать участие. Мисс Сосок, один. Вот, Порошенко, конфеты Рошин, по, откинуто. НАТО, у них тоже она откинуто. Анто. Вот, и Европа тоже НАТО, уж сокращенно. Опа. А знаете, как украинских журналистов я называю? Вакулы-пире. на Украине, на Украине, я читаю украинские ресурсы, смотрю телеканалы. Ну, все свои невзгоды списывают, нашли на кого. У них же Россия объявлена официально страной-агрессором. Да, не знаю. Более того, учебник вышел, я его сегодня с Кан смотрел, и там написано, что такое Москва, Московия. Московия, это цевраждебное ханство. И там написано, что Лили Путин и Медведчук, два правителя в ней есть, которые ходят и там скачут, вернее, скачут, танцуют на Красной площади, и все остальные не обращают внимания на невзгоды, а смотрят, как они танцуют. Это в учебнике. Написано в стихотворной форме на украинском языке. А сами они не видят, что сегодняшние правители богатеют? Видите, они не видят. Им хочется все на Россию. Мы затронули, да, это, но не говорили об этом, по-моему, за пределами эфира, то, что Саакашвили-то пошел с ними уже в конфронтат. Да, он разочарован в проведении реформ. Уже на ленте прошла информация о том, что Яценюк высказался на эту тему, а проверка слова Саакашвили. Нет, Саакашвили это не говорил. Не говорил. Это москали. А знаете, что ВРС стал ниже на 3 сантиметра, а Джейн Псаки родила? Это единственное событие, которое Украина не считает, что виноват Путин. Там нет вопросов, но ты ему задай, пожалуйста, очень много людей спрашивают про Афин Кирилл. Я хочу, я хотел, я как раз хотел про Вещего Олега и увидел, что Саня мне показывает одну минуту. Я понял, что этого не надо говорить, потому что одну минуту. Мы сейчас, я предлагаю провести Блиц, Михаил Николаевич, и про Вещего Олега, потому что реально много людей спрашивают. давайте. А ты совместишь интернет и вопросы с улицы, да? Смотри, Максим, у нас уходить будем, собственно, что-то, что-то, 59 минут. У нас там реклама 35 минут. Ну и прекрасно. Ну и прекрасно. Ну и прекрасно. Да, Оль, спасибо. Вопросы у меня есть. Все, все есть. Да, 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 с первого по пятому. Нет, ну еще и кроме как вы относитесь к эстонским паспортам у россиян? Вы знаете, да, это? Вообще не знаю. За прошедший год 150 человек, не очень много, тем не менее, подали запросы на отказ от эстонского гражданства. 51 человек, по-моему, российское гражданство попросил, 36 финское, ну и там какое-то количество остальное. там есть латвийская три человека и так далее, но как то, что больше всего российское гражданство попросили. Ну, у меня есть ответ на этот вопрос, конечно. Ну, давайте запускать, мы еще про Фабио Капелло не сказали. и про Слуцкого. Ну, это я напоследок оставлю. У нас с вами 15 секунд до начала. Хорошо. Так, у нас все готово, ага. Поехали. Радиша, ты настоящий мужик, с этим, с этим еврогеем перчик в глазки и на... Программа «Неформат» Программа «Неформат» в прямом эфире на радиостанции «Юмор-ФМ». Вы нас можете также смотреть в интернете. «Юмор-ФМ» и канал Михаила Задорнова всегда, пожалуйста, свои комментарии, ставьте лайки. Можно так говорить, Михаил Михайлович, в нашей программе? Более того, я считаю, что лайки надо ввести в пословицы. Вот, например, на душе дизлайки скрипут. Надо в пословицы хорошие. Замужняя женщина лайки на ветер. Как лайкнется, так и дизлайкнется. Ну, почему? Хороший, давайте замутим такой конкурс, чтобы к следующему прислали. Друзья, да, активнее пронимать. Сам себя не лайкнешь, никто тебя не лайкнет. Спасибо, что у нас есть такое большое количество вопросов от вас. Вот сейчас у нас финишная прямая и мы лучшие выбрали, которые задавали нам люди. Давайте их сейчас послушаем, а я пока сделаю подборку из тех, которые пришли к нам в печатном виде. Михаил Николаевич, здравствуйте, меня зовут Северидов Дмитрий. Подскажите, пожалуйста, правда ли во всем виновата Америка или это пропаганда нашего отечественного телевидения? Я считаю, что так же, как на Украине во всем виновата Россия, то теперь стали все наши недуги списывать на Америку. Это неправильно. Мне лично нравится, как ведет себя Россия по отношению к западному толерантно, лицемерно политкорректному миру, но мне совершенно не нравится то, что творится внутри страны. Михаил Николаевич, здравствуйте, меня зовут Елена. Скажите, пожалуйста, почему, когда у нас в стране сейчас пропагандируется здоровое питание, спорт и всякие фитнес-увлечения, параллельно растет количество очень тучных и полных людей? Спасибо. Жрать меньше надо. Что пропаганда, пропаганда, а что у нас не пропагандируется еще много чего и это не исполняется. Вон, борьба с коррупцией пропагандируется, а посмотрите, сколько этих негодяев, варюк, и яко, и они богатеют и богатеют. Вон, взятки, и что вы надеетесь на пропаганду? Надеетесь на саму себя. Не ешьте много, не будете тучны. И все. Я говорил много раз, почему к старости выпадают зубы? По себе, значит, он жрал меньше. Михаил Николаевич, здравствуйте, меня зовут Света. Маме моей 60 лет. Хочу, чтобы она в свой век оратала, а не в одиночестве. Скажите, где найти достойного мужчину? Пришлите электронный адрес мамы, я поспрашиваю своих друзей. А вы вообще из-за кого меня сейчас принимаете? Я что, сваха из пьесы Островского? Или мамка, как в доме терпимости? Хороший вопрос. Вообще, знаете, вызывает во мне какую-то гордость, что люди ко мне с уважением относятся. Вот такие вопросы задают. Я спрошу друзей. Здравствуйте, Михаил Николаевич. Меня зовут Сергей. Все мы видим, что жизнь меняется. Скажите, куда же мы идем? Еще раз, что он сказал? Скажите, куда мы идем? Просит ответить не в рифму. То есть, про Караганду не упоминать. Название, куда мы идем? Я не знаю, у меня все хорошо. И мне нравится. Я туда с вами не иду. Потому что у меня есть свое мнение. У меня нет спонсоров моего мнения. И я от политиков не завишу. На моем веку правители менялись на нашей земле раз 7-8. И я от них не зависел. Только обыватели и только никчемки, злыдни и тролли думают, что можно изменить жизнь с помощью правителей или экономики. Михаил Николаевич, меня зовут Ирина Машнина. Подскажите, пожалуйста, у меня есть двое маленьких внуков. Сейчас им года 4. Вы не подскажете, какая профессия будет актуальна для нашей страны лет через 15. Профессиональную ориентацию желательно начинать как можно раньше. А вы говорили им всем, что это юмористическая передача? Нет? Да. Пишите радужные перспективы. Радужные перспективы. Ну, я много раз говорил, что если вы хотите своим детям, чтобы они жили классно, вот так сказано, потому что слово счастье банально, никто не знает, что это. Дайте им профессии, вот, чтобы они умели что-то делать сотворять. Ну, вот водитель, он всегда останется водителем, повар тоже останется поваром. Но в наше время есть современные, например, вот я режиссер монтажа, вы знаете, я сейчас уже заканчиваю фильм про лего делать вещево, это затянулось, потому что, ну, рубль девальвируется, и надо все больше и больше средств. Кто-то, где-то я свои вношу деньги, кто-то еще, значит, у меня появился сопродюсер, который помогает избежать этой причин, связанных с девальвацией проблем, это такой Дмитрий Трутнев из Перми, он мне сказал, я хочу помочь, чтобы этот фильм вышел на экран, потому что я хочу, чтобы мои дети гордились своей страной. Многие, говорит он, сегодня не любят историю, потому что не верят ей, а вашу историю верят, то, что вы говорите. и я посмотрел, какие существуют современные профессии, например, режиссер монтажа, прекрасно зарабатывает, умеет руками, головой работать, вот есть такие профессии, не менеджера, не импресарио, это отсутствие, банкир, финансист, это все фуфло, это не профессия, потому что рушится строй, меняется общество, и они все бомжами становятся, а водитель, режиссер монтажа, повар, садовник, не стесняйтесь, что могут непрестижными быть профессиями, дайте им профессию владеть чем-то. Вы знаете, у меня друг, я буквально вчера с ним разговаривал, и говорю, слушай, прости, забыл, кто ты по профессии, он занимается успешно туристическим бизнесом, знаете, он говорит, ты будешь смеяться, мне в дипломе написано, менеджер по специальности менеджмент. Гениально. А у меня недавно, я слышу, за столиком, подошел администратор, менеджер, и говорит, что вы тут, и такая тирада матершины на посетителей, а там парень с девушкой сидит, они, кстати, это было дело зимой, они зашли, говорят, мы хотим просто посидеть, погреться, зимой, нам холодно было, и тот говорит, нельзя, нельзя греться, надо что-то заказать, тогда парень говорит, дайте мороженое, это они зашли погреться, и потом, значит, когда они там, что-то у них денег, и как орать начал на них, матершины, вы такие, такие, повторять не могу даже, я говорю главному, зову хозяина, говорю, вы вообще представляете, что у вас происходит, вот так вот, и повторяю, тот говорит, да, менеджмент у нас не на высоте, гениально, матершинами, секунд 30, это не на высоте менеджмент, не давайте своим детям быть в менеджменте, ну что, я еще позволю себе зачитать несколько вопросов, которые пришли к нам в группу ВКонтакте, вопросы очень интересные, друзья, но, к сожалению, не позволяет формат передачи все задать, и так, некоторые, в свете всего вышесказанного спрашивает Иван Каргашилов, скажите, Михаил Николаевич, какое ваше отношение к спиртным напиткам, и в каком возрасте поменялось? А, он знает мое прошлое, я зашел, спиртным, я считаю, что пить не надо, но русские люди всегда придумывают, как оправдать пьянство, я захожу в вагон-ресторан, еду в Ригу, ну, по юношеской привычке, в вагон-ресторан, окно во весь вагон, поля весит, чудо, да, сижу, а рядом сидят три русских мужика, животастенькие, такие животы давят на глаза, поэтому пучеглазки такие, да, и лица, как пицца, вот такие у каждого, и они обсуждают гениально, чем лучше нажираться и полезнее. Полезнее? Полезнее! Один говорит, водочка, он говорит, сосуды чистенькие будут, тот говорит, другой говорит, но печень плохая, он говорит, с лимончиком надо. У бомжей, разрезали бомжей, смотрели сосуды, они чистые, кто разрезал бомжей? Это наши чего? Второй говорит, да нет, текила, ну, текила с солью, это для почек, он говорит, с тибетской солью, они такие подкованные, животастые, мордастые, нажрались, а третий говорит, виски, ячмень, там больше всего микроэлементов. Вот мне нравится, что все подкованно, чем нажраться полезнее? А один говорит, я не могу не пить, я бросил, я хотел бросить, у меня руки начали трястись, и голова с утра болезет, и я в смысле жизни думаю, а его нет, ну, действительно, гениально, а почему западные не думают о смысле жизни, у них инструкции есть, как жить, а наши думают. И пришла жена, в конце концов, и этого, который мировоззрение теряет, если не пьет, она говорит, ну, нашел мировоззрение, пойдем, дочка говорит, ты так долго еще никогда не искал. Ой, один говорит, виски худеешь, я уже пью только виски год, и я похудел на 2 сантиметра, как вам это нравится? А, я так смотрю, а эти тоже удивились, говорят, как на 2 сантиметра? Он говорит, ну, помните, вас в детстве отвечали, как вы растете, на двери. Жена отвечает, мой живот. Она стоит косяку и рисует на двери, значит, вот на 2 сантиметра живот меньше. На выдохе похудел на 2 сантиметра. Есть еще вопрос от Андрея Симонова. Вопрос, который, ну, отражает вообще все наше представление о мире, я считаю. вопрос звучит так. Михаил Николаевич, а как бы сложилась дальнейшая жизнь всех стран, если бы пригодной для жизни землей осталась только Россия? Нормальный вопрос к ясновидящему, как будто я предсказан вот какой-то. Как бы жизнь сложилась в всех стран, если бы пригодной... Вот, представляете, китайцы бы к нам хлынули, если бы там... Друзья мои, нам бы жизни не было точно, лучше бы этого не было, пускай в других странах сложится жизнь так же, как у нас. А у нас жизнь складывается, налаживается. Вон, наконец-то Фабио Капелло убрали, поставили Слуцкого, бывшего КВНщика. Поэтому, может быть, команда играть лучше не будет, но веселее точно. И в конце, даже если проиграют, споют классную финальную песню. Это правда. Ну, по крайней мере, конкурс капитанов порадует. Да, да, вот. Очень много вопросов и коротко, Михаил Николаевич, вопросы касаются вашего фильма о вещем Олеге, когда он будет. И позволю себе зачитать Ольгу Полухину ее вопрос. Михаил Николаевич, добрый вечер. Как бы ответили моему 4-летнему внуку на такую просьбу? Баба Оля, расскажи, как строили Россию? Вот, я обязательно об этом расскажу. Я хочу сказать, кто поверит в эту историю, тот будет жить лучше. Скорее всего, на Рене мне сказали так. День России 3-4 ноября будет премьера этого фильма. Он мною монтируется, и я очень доволен, стало получаться. Я даже пить бросил из-за этого, потому что складываться начало. Я уже... В общем, я в хорошем настроении, поэтому и неформат вернулся, что вернулось настроение и мировоззрение. Друзья, спасибо всем, спасибо за то, что были вместе с нами, с десятилетиями Юмор ФМ вас и с возвращением программы неформат. Импортозамещение в действии. Неформат. На Юмор.